Вы видели, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям, американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить. Но, тем не менее, мы, что называется, на ногах, но там все друг с другом общаются. Мы тоже пообщались с президентом Трампом. Так, в двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по вопросам и проблемам. У меня своя, но, во всяком случае, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал по нашему видению этого инцидента. Жаль, что нам не удается провести полуформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности. Хотелось бы узнать, при подготовке итогов в коммунике... Я не знаю, удалось ли их в этом убедить или не удалось, у них надо спросить. Но мы изложили свою позицию, да и не только позицию, мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить. Ну, какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Но это... Что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается. И из показаний самих моряков. Вот и все. Ну, что здесь скажешь? Вы, наверное, обсуждали, в каких-то разговорах все-таки всплывала вот эта проблема. Да, и вот сейчас говорят о моряках, которые задержаны за нарушение нашей госгорницы. Но никто ведь не вспоминает о жертвах, связанных с событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Кто-нибудь вспоминает об этом? Ссылаются на расследование украинских официальных властей. Но расследования-то нет. И тишина. Ну, вот. Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, вот и связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и того, что мы видим на Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны. И пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться. Вникали спору по ряду моментов. Мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет. Показания такая неконкретика, это, точнее, несколько несерьезно. Причем контакты на рабочем уровне сохраняются, разумеется, надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. По поводу, хотя общаться сложно, потому что понятно, о чем говорить. Ничего же не выполняется. Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала, но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах. Мы же никаких проблем не создавали. Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили эту провокацию. Хотя даже после того, как они нарушили наши территориальные воды, вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали, если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возьмите лоцмана. Нет, мы туда не пойдем. И сразу же туда пошли. Вот началось вот это толкание бортами. После этого, видите, правильно? Они же начали вытеснять наши пограничники оттуда. Только потому, что они пошли туда в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать. Ну а как делать-то наши пограничники? Что им делать-то? Они вынуждены были действовать соответствующим образом. Спасибо. 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 Спасибо.